О чем же все жалеют после ремонта? В этом видео я собрала для вас пункты, такие самые острые, самые болезненные, действительно, о которых потом все вспоминают и думают, эх, почему же я раньше этого не знал? Поэтому обязательно досматривайте до конца, чтобы ничего не упустить. Меня зовут Ирина Устьянцева, я практикующий дизайнер с 2007 года, являюсь основателем школы U-Design, у нас уже более 3000 выпускников, также являюсь дизайнером квартирного вопроса. Эти пункты, о которых сегодня буду рассказывать, они собраны от моих подписчиков, от моих знакомых, от всех тех, кто делал ремонт самостоятельно, без дизайнера. Пункты, как я сказала, действительно, о которых не задумывались, но потом в процессе, когда уже начали жить, поняли, что чего-то не хватает, эх, надо было сделать по-другому. Поэтому обязательно внимательно смотрите, чтобы потом не повторять этих ошибок. Первое, с чего начинаем, когда заходим в квартиру, это входная дверь. Когда сэкономили на входной двери или недостаточно, изучили этот вопрос, и потом оказалось, что дверь с плохой звукоизоляцией. Очень важно выбирать дверь, которая будет хорошо держать звук, потому что это очень некомфортно, особенно если у вас небольшая квартира-студия, и вы будете слышать, как ваши соседи заходят-выходят из дома. Вы будете слышать их разговоры на лестничной клетке, вы будете слышать, как они вызывают лифт, стоят там, разговаривают. И поверьте, они также будут слышать вас, когда вы в квартире чуть громче слушаете музыку, громко что-то обсуждаете. Не кричите, да, просто разговариваете, не шепотом, а вот таким громким голосом нормальным. Им тоже это все будет слышно, поэтому дверь очень важно выбирать с хорошей звукоизоляцией. Такой лайфхак могу сказать, что на двери, на торце двери есть две резиночки, которые вот как-то держат звук. Это не очень хорошая звукоизоляция. Надо выбирать дверь с тремя резинками, она будет получше, с ней будет уже покомфортнее. Следующий пункт, и он на самом деле, наверное, должен быть на первом месте, это розетки. Розетки, которые не предусмотрели. Вот сколько бы их не продумывали, все равно потом где-то не хватит, где-то окажется или тройник, или удлинитель. У меня по розеткам есть прям отдельное видео, где я очень подробно рассказываю по каждому помещению, как заходим, где сидим, что где делаем, в общем, про каждую розеточную группу. Я прям подробно объясняю, где розетки должны быть, на каких высотах. Обязательно его посмотрите, чтобы вот эти моменты все учесть на будущее, даже если сейчас ремонт вам не предстоит, чтобы потом тоже быть подкованными и не упускать эти моменты. Сейчас в качестве такого быстрого лайфхака могу просто сказать, что очень внимательно подумайте, просто где вы будете находиться, что вы будете делать, в каком помещении. То есть не просто, что вот тут у меня в углу розетка, вот тут у меня розетка, вот тут вот тоже нормально, все хватит. Где вы будете сидеть с ноутбуком, где вы будете сидеть с телефоном, где вы, возможно, захотите сделать рабочее место. Может быть, оно вам сейчас не нужно, но на перспективу. Кто знает, может быть, через несколько лет у вас будет удаленная работа, да, чтобы такая возможность была, чтобы потом не приходилось как-то провода тянуть. В общем, максимально продумать все вот эти моменты заранее. Следующий пункт — это выключатели, отсутствие проходных выключателей, когда просто по старинке делают выключатель при входе в комнату, и достаточно. Но сейчас есть более удобные приемы, просто когда люди где-то в гостях это потом увидели и поняли, насколько это комфортно, начинают жалеть, что себе не предусмотрели. Что такое проходной выключатель? Это, например, когда вы зашли в квартиру, включили свет в коридоре, прошли дальше к спальне или кухне, и там его выключили. То есть другой кнопкой выключили там свет. Вам не надо возвращаться в прихожую, чтобы выключить свет. Или выходя из спальни, вы можете этот свет в коридоре включить, по светлому помещению дойти до коридора, и уходя из квартиры, там уже выключить. То есть вам не надо вот этих лишних телодвижений, это действительно очень комфортно, очень удобно. На что нужно обратить внимание? Эти выключатели продаются, они так и называются, проходные выключатели. То есть обычный не получится так подключить, на это нужно обратить внимание. И это, конечно, все делается на этапе ремонта во время электрики. Когда прокладывают электрику, вот это нужно будет все предусмотреть заранее. Поверьте, вы будете счастливы, если у вас будет такая функция, если вы себе такую возможность дадите. Туда же, кстати, продолжаю тему про выключатели. Это выключатели, которые находятся не на своих местах. Что это значит? Очень часто встречаю эту проблему, постоянно об этом рассказываю. Как я тоже уже говорю, что, наверное, все мои подписчики знают наизусть, что выключатель должен находиться со стороны дверной ручки. Но, тем не менее, сколько я езжу, живу в съемных квартирах, когда езжу в какие-то поездки, всегда арендую квартиры для того, чтобы проанализировать, какие приемы там использованы, какие моменты там, может быть, не учтены. Чтобы вам рассказать, да, чтобы вы это учитывали потом в своих ремонтах. Так вот, очень часто я все равно встречаю эту историю, когда ручка дверная с одной стороны, а выключатель с другой стороны. Это очень неудобно. Это просто гипер неудобно. Одно дело, когда вы вот где-то приехали пожить на два дня, ну, понятно, ничего страшного, там, два раза вы этот выключатель там включите. Но когда вы живете каждый день, это просто то, к чему невозможно привыкнуть. Идеально расположение выключателя, когда вы вообще о них не думаете, когда вы не вспоминаете. Вы на автомате заходите в комнату и щелкаете, то есть вы одной рукой открываете дверь, а другой щелкаете по выключателю. Вы открываете, выходите из комнаты, щелкаете по выключателю. Когда у вас выключатель с другой стороны, вы все время вот немножко в таком состоянии. Так, я иду сюда, я нажимаю туда. То есть вы все время как будто бы вот в этом процессе находитесь, на это отвлекаетесь. Это, правда, некомфортно. Выключатель всегда со стороны дверной ручки должен быть, чтобы потом не было вот таких ситуаций. Прервемся с вами буквально на минутку. Раз вы смотрите это видео, значит, вы точно неравнодушны к дизайну интерьера. А у меня есть крутейший бесплатный трехдневный курс по дизайну, который я считаю, что должны пройти просто все. Мы даем там море пользы. Вы за три дня создадите свой первый проект под чутким руководством профессиональных дизайнеров-кураторов. Поэтому я вас приглашаю. Я приглашаю, регистрируйтесь по ссылке под этим видео, а потом возвращайтесь к просмотру этого ролика. Вас ждет еще много интересного. Следующий момент – это когда не учитываются пожелания всех членов семьи, не учитываются ритмы жизни, не учитывается то, что дети будут расти, где потом у них будет место для того, чтобы делать уроки, где у них будет хранение учебников. То есть все вот эти сценарии, они, понятно, у всех будут очень разные, индивидуальны в каждой семье, но просто важно действительно об этом подумать. Подумать о том, как вы проводите время. Часто жалеют о том, что не присоединили лоджию, не утеплили лоджию, потому что там можно было бы сделать кабинет отдельный. Не хватает потом, оказывается, места, что нужно где-то сидеть работать. Или думают, что «Ой, да ладно, я там пару писем в неделю отправляю, ничего страшного, на кухне за ноутбуком посижу». А потом оказывается, что перевели на удаленную работу или появилась возможность просто поработать удаленно и сидеть уже на кухне не так-то и комфортно, и хочется где-то себе отдельный столик, а заранее об этом не подумали. То есть очень важно заранее продумывать все эти моменты, чтобы потом было максимально вам комфортно пользоваться своим же жильем. Дальше идут такие моменты, моменты экономии, когда на чем-то сэкономили, а потом об этом пожалели. Например, теплый пол. Не сделали теплый пол, «Ой, да ладно, мы никогда не пользовались и нормально без него жили». Но потом в процессе оказывается, что это очень удобная штука, и как будто бы его не хватает, но уже ничего не изменишь. Теплый пол просто так не подключишь. Пол вряд ли вы будете вскрывать на полное покрытие. Поэтому я за то, чтобы лучше его заложить, лучше вы его потом включать не будете, но он у вас будет сделан. То же самое с розетками. Лучше вы их сделаете побольше и не воспользуетесь, чем потом вы будете мучиться с какими-то тройниками. То есть это те моменты, которые лучше предусмотреть, чем потом пожалеть о них. О чем еще жалеют, когда экономят на каких-то материалах, которые потом сложно заменить? Что это у нас? Напольные покрытия, это двери, это встроенная кухня, техника, какие-то крупные встроенные шкафы. Если сэкономили, если где-то купили из дешевого материала, потом у вас начинает это пузыриться, отслаиваться, это ЛДСП, не очень хорошо себя вести. Ламинат начинает вот так вот или булькать. В общем, тоже всякие там интересные истории с ним могут возникать. Конечно, те материалы, которые сложно заменять, лучше покупать качественные. Понятно, что тут каждый все-таки вписывается в свой бюджет, но просто держите в голове этот момент, что какие-то очень дешевые материалы, будьте готовы к тому, что, возможно, вас ждут сюрпризы. Либо нужно очень тщательно выбирать, очень хорошо читать отзывы, потому что у меня были истории, когда я покупала сама на съемные квартиры себе дешевый материал, и все было с ним хорошо. У меня есть обзор кухонь Хофф, я там про них рассказывала. Вот я жила с кухней Хофф, с самой дешевой моделью, потому что мне нужно было временную купить на съемную квартиру, и нормально, ничего не рассохлось, на удивление, очень хорошо себя эта кухня повела. То есть я тут не рекламирую, я не знаю, может быть, что-то у них поменялось за многие годы, но тем не менее. То есть, да, могут быть эти материалы хорошие, просто надо очень-очень тщательно выбирать. Что касается санузлов, о чем там есть сожаление? Когда они поставили гигиенический душ, понятно, у него есть прямое назначение, но еще есть назначение, например, гигиенический душ иногда просто даже ставят рядом с раковиной для того, чтобы было удобно набирать ведро воды, например, для влажной уборки. То есть продумать вот этот момент, где будет набираться вода, может быть, стоит поставить гигиенический душ. Ну и в целом, его прямое назначение тоже хороший вариант, лучше не пренебрегать. Это более экономично, чем ставить биде, чем пытаться вписать биде рядом. Либо розетка для электронной крышки на унитаз. Тоже иногда хотят не гигиенический душ, хотят вот эту электронную крышку, как бы биде, которая ставится на унитаз, но нужна электрика для подключения. То есть действительно хорошо подумайте вначале, а может быть, вам это нужно, да? Вдруг через несколько лет вы захотите лучше предусмотреть, это сразу. Что касается еще санузлов, это водяные полотенцесушители. Те, кто их ставят, как правило, потом жалеют об этом решении и думают, что, эх, надо было бы поставить электрический, потому что водяные полотенцесушители со временем все-таки начинают протекать. Еще есть момент с отключением горячей воды, то есть вы на какой-то период останетесь без полотенцесушителя. И как раз когда воду отключают, там идут вот эти вот истории с тем, что давление в системе меняется. В общем, начинают потекать они, и не очень хорошо это выглядит, и в целом не совсем это удобно. То есть электрический полотенцесушитель, он будет более комфортен в использовании. Он не так много ест электрики, на самом деле, и включать вы его будете только тогда, когда он вам действительно нужен. То есть если вам нужно какое-то белье просушить быстро, вы его включите. Но зато он точно никогда не протечет, и его можно ставить на любую стену, в отличие от водяного, который будет у вас привязан именно к стоякам. Чем ближе он к подводке воды, тем он лучше работает. Поэтому электрик в этом плане выигрывает. Следующий момент — это когда экономят на кондиционерах, либо на приточке воздуха, они хотят заморачиваться, делать вот эту фильтрацию воздуха, потом начинают об этом тоже сожалеть. И кондиционер лучше предусмотреть, конечно, на этапе строительства, чем потом, когда у вас вот эти коробочки с проводами появляются, все это тянется по стене, не совсем красиво. Лучше заложить его заранее. Если вы аллергик, если вам нужен чистый воздух дома, то я за то, чтобы ставить фильтрацию воздуха, приточку с фильтрами, она как бы забирает с улицы воздух, очищает, и вам в квартиру поступает уже очищенный воздух, без пыли, без пыльцы. Вам не нужно открывать в весенний период окна. Я сама этим приемом пользуюсь, у меня стоит такая фильтрация. Это очень удобно, правда. Но, конечно, это тоже то, что желательно на стадии ремонта закладывать. Хотя есть небольшие установки, которые и во вторичке тоже хорошо можно использовать. Без проблем, ребята приезжают, устанавливают. Есть такие небольшие блоки внутренние. Не обязательно вешать большой блок наружу на фасад. Так что все это тоже решаемо. Главное об этом подумать и не пренебрегать. И последний момент, о котором хочется упомянуть, когда уж мы говорим про ремонт и вот эти вот сожаления бесконечные, это достаточное место хранения. Очень важно понять, сколько у вас вещей, сколько вам нужно мест хранения под эти вещи. Потому что, если у вас будет недостаточно шкафов, если вы недостаточно места для этого предусмотрите, то потом у вас просто хлам начнет плодиться по всем комнатам. У вас, если шкафы не до потолка, то вы сверху начнете что-то нагружать, по углам что-то расставлять. И даже самый красивый ремонт в итоге будет смотреться очень-очень неаккуратным. И лучше заранее предусмотреть шкафов побольше, с запасом. Лучше у вас будут такие полупустые полочки. Поверьте, вы со временем найдете, чем их заставить, чем это будет какой-то переизбыток вещей просто вот так расставленных по квартире. Это будет смотреться просто неаккуратно. Если у вас есть какие-то пункты, о которых вы пожалели во время ремонта, но я о них не рассказала, обязательно делитесь в комментариях. Очень интересно посмотреть вообще статистику, что совпало, что не совпало. И ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие полезные материалы.